Ну а всем здорова, это канал Красный Синяконь и сегодня мы поговорим об Алексею Березуцком. Ну а мы погнали! Ну давайте поговорим сначала о плюсах. Ну во-первых, Березуцкий выжимает с нашей команды всё. Просто, вот как вы сейчас видите, мы идём на четвёртом месте. Ну а с нашей командой это достаточно великолепный результат, потому что под нами сейчас находятся Краснодар, Локомотив, Рубин, Крылья Советов, которые сейчас смотрятся очень неплохо. И мы находимся на четвёртом месте. Мы совсем недалеко от Сочи, и вот прям далековато находятся Динамо и Зенит, до них уже подальше. Ну это разве не круто? Ну и второй плюс, это конечно же, что он нашёл новые позиции игрокам и даже некоторым спас карьеру. К примеру, Якоби Йол, опорный полузащитник. Никто бы не мог подумать, что он однажды станет ключевым игроком нашего состава. А теперь он играет в цель защиты, и он просто сейчас незаменим. Лично мне его игра пипецко нравится. У него одни из самых точных пасов, как я говорил в прошлом видео. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И, допустим, тот же ЧД Рейджуки. Конечно, он и раньше слева неплохо смотрелся, неплохо бегал. Но теперь его карьера заиграл новыми красками, он лидер клуба. Он сейчас играет в центре нападения. Конечно, мне кажется, слева он лучше смотрится, но в центре тоже неплохо. Или же, допустим, Иван Обляков. Он играл в центре полузащиты или в опорке. Смотрелся ужасно. Давайте вспомним времена Виктора Михайловича Гончаренко. Мне его игра не нравилась. Но теперь он играет на фланге, в левой защите. Лично для меня он там играет достаточно неплохо. Не идеально, но достаточно неплохо. Мне его игра сейчас нравится. Ну, Баха, он перевел его больше в центр. Конечно, ну, такое, но все же Баха, кстати, тоже лучший. И давайте поговорим все же и о минусах. Их примерно столько же, сколько и плюсов. Но вот первый. Он неопытный тренер. Все мы видели, как он в начале сезона судорожно делал замены. Просто очень странные замены, которые никто не понимал. И Березуцкий считал, что так нужно, так правильно. А толку от них не было. Давайте возьмем, например, матча ЦСКА с Рубином. Когда мы весь матч просто тащили. Но по заменам выиграл Леонид Слуцкий. И тем самым проиграли. Но все же, я бы не стал увольнять Алексея Березуцкого. Да, он неопытный. Но все же, у него еще не было денег. Мы не знаем, какой... Может, у него появятся деньги, он сделал бомбезные трансферы. И мы займем первую строчку. ЧЕГО, БЛЯТЬ? Ну, это, конечно, вряд ли. Это мои мечты. Но все же, я бы хотел. И... Сейчас судить его как-то тупо. И увольнять его тоже сейчас как-то тупо. Сейчас он сделает трансферы и проверим. Но если не получится, ну, хотя бы не попадем в зону Еврокубков. Ну, тогда, Леша, извини. Пока. Ну, а всем спасибо за просмотр. Это был канал Красно-Синий Конь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.